Как бы все начинается с малого, как всегда, и иногда так и кривым путем выходит. То есть вот предыдущая беседа по поводу нитократии, она вот таким вот странным образом реализовалась. Соответственно, с чего началось, да, наверное, то есть возникла идея, ну, в общем-то, вот мы, кто больше, кто меньше, понимают, что, в общем, в нашей стране некая проблема есть, да, какая-то такого тупика. Ну и возникла идея что-то, может быть, написать по выходу из каких-то тупиков. Ну и вот, собственно, начав немножко с одного и понимая, допустим, так, что многие не осознают и даже не пытаются отдавать себе отчет в том, что сейчас такой вот очень переломный момент, ну, вот это, наверное, десятилетие и следующее, когда происходят такие быстрые трансформации во всем мире, а мы несколько в хвосте этих трансформаций. И для нас это может оказаться тем, что мы будем, ну, вот на уровне, я не знаю, там, Индии или Китая в конце, в середине 19 века, когда вроде страна есть, а вроде ее и нету, и является она проходным двором для всех, кому не лень, таким разделочным пирогом. Соответственно, вот на это я и хотел обратить внимание в самом начале. Вот Володя имел счастье читать то, что было в августе. С тех пор, в общем, достаточно, я пока писал, я, соответственно, достаточно много перечитал, и фокус, он несколько сместился на ряд каких-то ключевых проблем, которые, еще раз, многие, на мой взгляд, просто не осознают, а имея возможность беседовать там с товарищами какими-то руководящими, такими, которые, в общем, себя считают пупом земли в нашей стране, ну, не самый большой пуп, а такие промежуточные пупы, я понимаю, что для них вообще это все далеко, и они корня проблемы вообще не видят. Ну, вот, походу, все влилось в некий такой объем. Значит, с чего начинается, да? Начинается с того, что сила государства, ну, глава силы государства, степень его влияния. — Извините, а можешь спросить, это что, в ракурсе чего? Как рассуждения будут в ракурсе экономики? — Ну, я думаю, что это некий стык экономики и социологии. То есть, задача была, может быть, показать, допустим, людям, которые... А я понимаю, что это показывает, потому что я уже двум дал товарищам, которые, в общем, не промах, и они для себя открыли некоторые другие углы проблемы. Задача показать тем людям, которые занимают деятельную позицию, что проблема, во-первых, вот этой трансформации мировой, которая проходит мимо России, намного острее, чем она есть. Второе, она упирается как в некое не столько даже отставание, которое наличествует, сколько в непонимание остроты проблемы и, второе, в социальную организацию, которая... Они очень связаны в настоящий момент. То есть, технологическое развитие и социальная организация сообществ... То есть, ну, как бы мы привыкли к государствам. На самом деле, вот тут описывается, что государство это всего лишь одно из сообществ, или можно иначе сказать, что тот вид государства, которое мы наблюдаем сейчас, то есть, государства национальные и территориальные, они являются всего лишь одним из видов возможных государств. Ну, то есть, сообщества, которые будут, да, сообщества, которые будут возникать, они будут обладать всей полнотой возможностей и государства, и функций, но при этом не будут, ну, как бы, логализованы как государства. Вот на этот вопрос такой ответ. Давайте я, наверное, сначала расскажу, потом можно будет задать вопросы, потом у меня будут вопросы к тем, кто прочитал по поводу понятности, доходчивости, актуальности и всего остального, потому что, еще раз, это некая альфа-тест, наверное, да, еще в процессе все изменения, достаточно активного. Вот, так как уже это не один месяц я сижу, я там нахожу куски, которые просто потерялись случайно, их надо или выкинуть, или как-то интегрировать. Вопрос, скорее, не о них, а об общей концепции каких-то вот уже сложившихся частях. Вот, ну, естественно, там будет корректор, который лишнюю букву «С», он там, видимо, уберет. по необходимости, а может, не уберет, это уже меня мало беспокоит по-настоящему. Там есть «МОСКО», в котором везде можно писать «МОСКО». Это, я думаю, совершенно, да, потому что, например, иногда принято не так писать, как на самом деле это читается, и тоже неправильно, на мой взгляд. Так, ну вот, значит, первая часть, да, силы государства и степень его влияния. То есть, по мере работы я решил, что отправная точка будет силы государства. То есть, и концентрироваться я буду на том, чтобы сила государства, в данном случае Россия, она не уменьшалась, а возрастала, и рассматривать эти аспекты. Значит, силы государства ее стали как такую величину рассматривать после Второй мировой войны, в основном. Ну, вот тут указано, что поначалу, собственно, что рассматривали как силы государства, то, что мы обычно привыкли там на уроках географии, да, то, что нам все время говорили, это, значит, территория ВВП, валовый внутренний продукт, который в основном у нас, в нашей традиции советской, он концентрировался на объем выплавленной стали, объем произведенных удобрений, количество сделанных танков, там, количество построенного жилья. И, в принципе, вот мой опять-таки опыт говорит, что, к сожалению, мало что поменялось в головах, по крайней мере, тех людей, которые доходят до уровня, там, допустим, областной, районной власти и выше. Ну, вот, значит, ну, вот тут мне очень понравилась цитата, которую я нашел в руководстве для американских офицеров. У них сказано, что сила – это способность влиять на поведение других действующих лиц в соответствии с нашими собственными пожеланиями. То есть, вот, собственно, этого как силы я и буду придерживаться. То есть, не количество чего-то выплавлено, а насколько государство наше способно влиять на поведение других действующих лиц. В данном контексте это пока еще другие государства. Ну, и вот второе тут сила – это способность определять результат. То есть, насколько наше государство способно определять результат. Потому что, ну, вот, очень хороший пример. Это он намного дальше по тексту, но мне понравился, когда стал смотреть всякие там статистические данные. Оказалось, что, вот, например, тот же Вьетнам и тот же Таиланд, он сейчас очень активные такие экспортеры, причем высокотехнологичной продукции формально. Но при этом это совершенно не дает им повода определять какой-то результат. Потому что они абсолютно пассивные действующие силы. Можно сказать, просто промышленные площадки, где у них расположили завод, делают эту продукцию. Формально это экспорт из их страны. Но они мало к этому вообще причастны. Тут еще хочу сказать, что по поводу статистических. Вот в этой книжке, как бы потом дальше я понял, что нужно статистику какую-то учитывать, чтобы доказывать свои точки зрения, да, какие-то позиции. Я столкнулся с тем, что сама, ну, это как бы известно, да, просто вот стало, когда пересмотрел, пересмотрел, наверное, там десятки, если не сотни всяких таблиц статистических по разным странам, то сама сам по себе статистика, она далеко не все определяет. Очень тяжело найти статистику показательную, да, на которую можно опереться. Потому что, вот, я использовал много статистики Организации экономического развития и сотрудничества. Там, ну, вот, мне понравилась последняя таблица. Они, недавно как раз доклад, я использовал статистику, они, повторяющиеся таблицы, вышли вот неделю назад в докладе по России, где указано расход энергопотребления на производственную единицу валового национального продукта. То есть мы на одном из последних мест оказываемся, но кто оказываются лидеры, ну, что ли, самые экономичные страны? С одной стороны Англия, допустим, Нидерланды, но там же оказывается Египет и, по-моему, тот же Таиланд. То есть о чем это говорит? О том, что, ну, про Англию и Нидерланды понятно, что они нефть экономят, а про Египет и Таиланд это может только сказать, что они нефть не расходуют в принципе, потому что у них до сих пор еще кучу живого транспорта, там рабочей силы. Потом, значит, среди самых расходных стран там оказалась, ну, вот Россия, я вот тоже не помню какие-то вот страны такие третьего мира, я просто эту таблицу вот проглядел и отбросил, и Финляндия. Да, то есть о чем ты говоришь? На самом деле у нас это расходуется как и неэффективная составляющая, так и вот как Финляндия неэффективная, просто, ну, холодно. Да, то есть уходит на отопление, больше затраты и... Нет, нет, я эту ситуацию узнаю по Финляндии. В Финляндии ситуация такова, у него очень сложная бумажная промышленность занимает большую долю ВП, и она очень энергоемкая. И это, и, в общем, все в целом, то есть я к тому, что есть много таблиц, на которые нельзя опереться для какой-то демонстрации. Они либо более сложно устроены, чем сами по себе, либо просто не являются показательными. Ну вот, значит, сила государства, да, то есть возможность определять результат. И, соответственно, ну вот как бы это некий такой вот фактор оптимизации, то есть как построить, изменить систему, и насколько, во-первых, наша страна определяет результат, во-вторых, что изменить, чтобы, значит, результат определялся более удачно. Ну вот дальше там рассмотрено, что если вот первый это индекс, который базировался на территории и, собственно, ну каком-то объеме производства такого, да, такого, это были 50-60-е годы, то сейчас вот, например, те же китайцы, которые на самом деле очень быстро растут, даже быстрее, чем можно представить, они вот ввели композитный индекс, на который все смотрят, и у них целый институт этим занимается, и вот на первые места выходят научные и технологические возможности государства, то есть то, что, как, собственно, государство показывает, как государство развивается и что оно может предложить в качестве своего багажа. Собственно, вот те же американцы, которые рассматривают силы государства для офицеров, они отмечают, что в целом сила государства является исключительно следствием взаимодействия двух компонентов, это способности доминировать в циклах экономических и технологических инноваций, активных в данный момент времени, и преобразовывать результаты этого доминирования в монопольное производство технологических новых продуктов, то есть все очень четко понятно. Первое, это значит развивать собственные циклы, но если нет результата, это становится одним гигантским научно-исследовательским институтом. Второе, это преобразовывать в монопольное, что очень важно, в монопольное производство, то есть развивать те циклы, которые позволяют производить монопольные технологические продукты. Соответственно, далее они этим посвящают мозговые штурмы, то есть этим все занимается серьезно, Пентагон, РЕН, такая корпорация, которая с ним тесно связана, они что-то скрывают, что-то выкладывают. То есть они рассматривают уровень технологий, уровень экономики и уровень организации общества. Это те составляющие, которые можно вынести за пределы данных природой, то есть как у нас территория, леса, залежи руд. Это все есть, но если на этом нет никакой энергичной надстройки, это остается всего лишь балластом. Уровень технологии, уровень экономики, уровень организации общества. Так, ну дальше, собственно, то, может быть, с чего я был отправной точкой, это доклад «Глобальное направление 2030», который тоже издан был в Америке. В интернате, в принципе, есть его переводной вариант. Я сначала прочитал американский, а потом нашел, что есть перевод. Какие-то добрые люди это сделали. Тут он, собственно, такой был. Он не является определяющим для работы, он является демонстрационным о том, куда вообще идут тенденции развития. То есть, понятно, что будет развиваться Азия, то есть Индия, Китай, но важно то, что, например, будет, он уже происходит, но еще не достиг того, чтобы от этого нельзя было откреститься, мощнейший вброс в население земли среднего класса Индии и Китая. То есть, в данном случае средний класс это не то, что мы обычно подразумеваем там, связано с доходом, да, ну и как бы обычно, да, то есть в данном случае это то, что это связано с уровнем образования и их, ну, возможности влияния. То есть образование, оно приводит к тому, что меняется миропонимание. Меняется миропонимание, люди становятся активной составляющей. И вот это вот много, ну, там по миллиарду в Китае и в Индии, да, соответственно, несколько сотен миллионов людей с активной позицией и активным желанием влиять на мир будут вброшены. То есть в России до сих пор еще, вот, мы пребываем, и очень много людей, да, в таком вот, ну, лучше заработном представлении, что у нас отличный уровень образования, у нас смекалка, у нас, мы всех всегда перехитрим, и, значит, всех замуянем в лес, там рогатками застреляем. Вот. Ну, шапками, да, или, в общем, мы все такие пронырливые, что никто с нами не справится. И тут вот оказывается, даже не просто на когорту умных людей, сотни миллионов людей с активной позицией, да, с желанием что-то внедрять, что-то менять и предлагать свою концепцию видения мира. Мы просто с этим не столкнулись, столкнемся через 10 лет, то есть американцы к этому готовятся, да, и понимают, как они будут вот в этом прессинге, то есть это не прессинг, да, вот, то, что тут мы учимся, подметальщиков улиц. То есть, нет, это прессинг активных и вполне адекватных людей, то есть, если вот сейчас посмотреть на одни из самых всяких, всякие, самые эффективные проекты, меня вот впечатлила Тахан Акэдеми. Ну, на самом деле, тот же Джобс, да, он, его отец был сириец. Этот хан, который родился в Америке, он сохранил и мусульманское имя, но он, собственно, производный этой культуры, он сделал мегасервис по выкладыванию всяких обучающих материалов, лекций в открытый доступ. То есть, проект, который, и я к чему, что это вот первые ласточки этого, то есть, возникающие достаточно оригинальные проекты, не имеющие своих корней в европейской или американской культуре. Это первое, да, но это я хотел ответить, потому что это не то, с чем, как сказать, это не то, с чем надо бороться, это то, что надо учитывать, да, огромное давление, которое будет возникать от трансформирующихся культур Азии. Вот, просто люди это не учитывают, а надо это учитывать. Значит, ну вот тут снижающаяся роль США, нарастающая мультипулярность, это все, вот, что важно, два момента, которые, собственно, потом будут в этой книге, в этой работе, я, наверное, громко было бы сказано, в этой работе учитываться, это огромное количество и увеличивающая, значит, сейчас по порядку, да, то есть, это идет комплекс. Вот, на выходе интернета мы получили ускоренные средства связи, которые, и, опять-таки, это идет в комплексе, то есть, с теми же и самолетными какими-то путешествиями, да, скоростными поездами. То есть, тут постулирует такая вещь, она тоже не новая, но как-то ее упускают часто. То есть, это то, что мир сжался на те виды коммуникаций, которые раньше требовались, там, в месяца, может быть, год. Вот я сейчас ехал в машине, по нашему радио говорят, что раньше с Камчатки, значит, Петербург до Камчатки требовалось 12 месяцев добраться. То есть, сейчас это можно сделать, ну, в принципе, там, за 12 часов вообще без проблем при желании. И вот это вот сокращение, собственно, расстояние, на самом деле, сократилось расстояние, да, в 300 раз. Все вот эти вот феномены, которые мы видим, ну, сейчас обращают внимание, да, террористы, аль-калида, там, и какие-то, не знаю, непонятные группы, там, это связано именно с сокращением расстояния и времени. То есть, люди, которые раньше были разбросаны на огромное расстояние и не могли составить, были, будучи близкими каким-то образом идеологически, в идеологии, они не могли составить мощную группу и коллектив, сейчас они могут себе это позволить. То есть, они могут коммуникацию осуществить буквально в течение секунд и создать единый план и его реализовать. Вот это надо учитывать, это надо нарастать. То есть, тут просто перечислены какие-то моменты, которые будут в дальнейшем этому способствовать, там, например, не знаю, роботы телеприсутствия, да, то есть, вот, не знаю, многие об этом слышали. По дрону, который летал? Нет, нет. Ну вот, то есть, дрон это дрон, нет. Робот телеприсутствия, это, например, для вот фирмы... А, я знаю. Да, тележка с экраном. То есть, подъехал, посмотрел, и ты вот на своем экране там сотруднику выговариваешь, как ему надо работать, будучи там, не знаю, где-нибудь на Багамах. Ну, то есть, ты можешь осуществлять непосредственное управление своим предприятием, даже не выходя из, не знаю, из бассейна своего. Галстук нацепил. Это просто такой очень показательный момент, но он будет, это будет пронизывать все, да, то есть, сокращение расстояния и сокращение времени, да, коммуникации. То есть, мир будет функционировать, то есть, вот, как говорят, мировая деревня, на самом деле, это будет вот в темпе движения деревни, когда через, там, не знаю, на следующий день все знают, у кого что произошло. Вот это будет характеризовать мир. К чему это приводит, последствиям каким? То есть, это приводит к возможности возникновения крупных территориально распределенных групп, но вот сейчас все обращают внимание на Аль-Каиду, да, то есть, она почему функционирует? Да потому что она использует возможности телекоммуникации, то есть, смс, телефонию, там, интернет-связь. Еще 50 лет назад возникновение такой распределенной, в принципе, во многих идеологических отношениях отсталой группы было бы невозможно. Сейчас они получили те средства, которыми позволяют организоваться. Но это всего лишь первая, так сказать, ласточка, потому что все группы получили возможность организоваться. И это приводит к тому, что, ко второму феномену, что раньше, если государства контролировали границы, контролировали потоки, прежде всего, информации через границы, теперь они не контролируют. И, в результате, они потеряли ключевой элемент своей власти, то есть контроль над потоками информации. Все это происходит в обход государства, а правительство, ну, американское правительство, так скажем, я думаю, что не до конца осознает, потому что у них куча людей, которые еще пребывают, там, не знаю, в 50-х годах ментально, но значительное количество осознает, у них есть целенаправленные работы, которые им пытаются донести это. Все правительства, будучи достаточно консервативными, туда попадают люди с консервативными представлениями, они запаздывают, но наши запаздывают очень сильно в этом плане. Вот, и второй момент, вот эти вот группы, которые имеют возможность организоваться, они получают в свое распоряжение мощные инструменты воздействия, то есть те же дроны, те же какие-то дистанционные машины, то есть, вот мы тоже это упускаем, ну, вот представьте, допустим, какой-нибудь 15-й век, да, группа каких-то лавочников, которые пытаются убить короля, возможно ли это? Нет, невозможно. И потом мы видим конец 19-го века, то есть, группа студентов бросает бомбу, убивает царя, то есть, первый скачок, то есть, там, динамит возник, недерглицерин, а процесс, просто тогда это как бы, ну, отсекли, а процесс вот в этой же ключе идет, то есть, в руках индивидов оказываются возможности влиять на судьбу государства. И люди, которые были раньше распределены, они получают возможность очень быстрой коммуникации. То есть, тут не в том, что все станут террористами, да, то есть, ну, вот мы видели, да, террорист, так сказать, некий экстремальный вариант, речь о том, что возникнут группы, и это могут быть группы просто интеллектуалов, которые имеют возможность создать единый коллектив и воспользоваться теми возможностями, которые новые технологии открывают. Опять, государства это упускают, а на самом деле, как бы, зря. Ну, или, так скажем, это не зря, это естественный процесс, просто иногда он может иметь катастрофические формы. Там вот приводятся примеры из арабской весны, когда, собственно, инициаторами и координаторами выступали очень небольшие группы энтузиастов. То есть, они создавали сервисы коммуникационные для тех, кто, собственно, громил эти правительства. Их было, в общем, единицы. Причем, управлялись они студентами из Америки, высокотехнологичными студентами из Америки, которым это было просто весело. В тот момент, когда, значит, правительство пыталось блокировать средства массовой коммуникации, нашлись еще энтузиасты из Франции. Я, по-моему, более подробно там не включал, потому что и так там много чего. Но вот было это описание. И они поставили каким-то образом, то есть, может быть, там граница была открыта, они поставили там вот эти вот всякие коммуникационные системы, которые позволили переключить мобильную телефонию, которую отключили, соответственно, правительство, на другой канал. И все. То есть, скоординировать вот эту толпу, и в этом были завязаны небольшие группы. Не, но в то время, если мы помним, там Ленин же ведь высоко отмечал, да, необходимость именно газеты, да? Да, да, да. Так вот, это очень характерный пример. То есть, тоже я здесь фокуса не делал, но вот революция, начиная с французской революции, она была связана, то есть, там отмечается тоже, это не я, как сказать, такой вот умный, что додумался, у того же Барта отмечается, что вот у нас был период устного слова, потом письменного слова, потом печатного слова, потом телевидение, теперь период интернета. Каждый период смены носителя информации, он связан с революцией. То есть, люди, которые получили доступ к новому носителю информации, в тот момент, когда переходила какая-то критическая масса, они очень легко преодолевали старые структуры, которые были на предыдущем уровне носителя информации. То есть, там написал диспозицию, да, передал, все, армии скоординировались, эти поняли. Дальше печатный станок, то есть, эти пишут от руки, французская революция откуда? Газеты. Газеты распределили, листовки рассчитали, все, снесено правительство. Дальше то же самое, того же типа революция у нас произошла. Следующая революция, это то, что было в Восточной Европе, революция телевидения. То есть, когда, соответственно, политические лидеры, ориентировавшиеся на печатный пресс, получили политических лидеров, ориентировавшихся на телевидение, все моментально снесено. Извините, вы когда имеете в виду появление интернета или телевидения? Нет, вот сейчас, сейчас. Интернет пройдется порядка 22 лет тому назад, как действующая холодная война. Сейчас, можно чуть-чуть позже просто, я сейчас расскажу, потом это самое. Я думаю, все поняли, что я имел в виду, да? Соответственно, на это хотелось обратить внимание, потому что ведь проблема не в том, что в Египте была вот эта протестная, да, как такая вот ситуация. Ну, а была, это некая константа. Проблема в том, что правительство не ожидало, что вот эта вот новая возможность координации через другое неподконтрольное ему средство, оно вот так вот сметет моментально. Так, ну, и дальше, значит, следующий еще посыл, который, в общем, которым меня подтолкнул Барт, это то, что... Ролан Барт? Александр. Александр. Знаешь такого? Нетократик, который пляшет там, правильно, любовников? Да. Сейчас, давай. Сейчас вот Булат потом вы, 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 вы выложит это и обвиняет тебя в поддержке гомосексуализма или меня. А почему? Ну, так вот возьмут. Или наоборот. Да, или наоборот. Значит, как бы, ну, у нас разные есть люди, у нас тоже некоторые люди из правительства пишут стихи для урок-групп. Я думаю, что это, как бы, одно другому не мешает. Ну, вот. В чем он подтолкнул? В том, что... Собственно, опять-таки, на... Все связано с новыми средствами коммуникации. То есть, они являются источником, а следствие связано с тем, что разные люди в разной степени могут ими воспользоваться или придают им значение. Вот те люди, которые большое значение им придают, они будут теми первыми ласточками, являются теми первыми ласточками, которые в дальнейшем сформируют новый правящий класс. Ну, вот Бартова обозначает как нетократия. Люди, которые свое влияние базируют на, собственно, на сетевых технологиях. Дальше, там, рассмотрены на примерах нескольких американских авторов, которые об этом пишут, но не упоминают сетевые технологии. Это формирование глобальной элиты. То есть, там, например, это нафта, где объединены экономики Америки, Канады и Мексики. И все это было организовано американским правительством в течение нескольких лет. Это продавливалось тем, чтобы, ну, собственно, такая вот теория заговора, но без вот элемента, что есть заговор, а само по себе. Есть люди, которые понимают возможности быстрой коммуникации и понимают, как на этом заработать деньги. Они, собственно, зарабатывают, плюют на все ограничения, которые пытается наложить правительство. Начинают контролировать правительство через свои финансовые возможности. И абсолютно естественно, что так как у них, они первые имеют доступ к технологиям, потому что они самые, в общем-то, сведущие. То есть, они устанавливают быстрой коммуникации между собой. В книжке я сначала думал сделать акцент, потом я, в общем, его чуть-чуть снизил, потому что уж слишком это будет крамольно. Но я абсолютно уверен, что мало того, что они установили и будут устанавливать между собой быстрой коммуникации, формировать единую сеть с единой политикой, которая будет восприниматься как мировое правительство и, собственно, будет являться управляющим органом в обход правительства или контролируя правительство. Но они начнут себя очень быстро в ближайшее время менять как генетически, так и технократически. То есть, используя как средство какие-то усиления естественной природы человека, так и просто ее меняя. Так как это, на мой взгляд, уже будет возможно через 15 лет, то вот такие люди, как Брин, они первым делом, собственно, это воспользуются. То есть, вот кибернетическое усиление, это его Google Glass, но тоже, собственно, первый такой пробный камень. Тот же планшет, отличное усиление. То есть, человек, который может им грамотно воспользоваться, он получает огромные возможности. Дальше, соответственно, нейрокибернетический интерфейс. Тут я старался не делать излишнего акцента, потому что читать будут люди, на мой взгляд, которые, может быть, это воспримут штыки. Но эта опасность есть. А более понятная опасность, это формирование мощных сетей из интеллектуалов, которые будут иметь возможность подминать государство под себя. То есть, малые государства, они смогут легко подминать. Большие государства, типа Россия, Китай, Индия, будут подмять сложнее. Но с тем же, например, Соединенными Штатами, они, так как они поняли, что, достаточно рано поняли, и они же родоначальник всех этих тенденций, вот эту возможность дальнейшего развития, они очень мягко, на мой взгляд, просто и перетекут из государства классического стиля, когда управляют, как сказать, ну вот люди, демократия, в государство, состоящее из комбинации мощных сетей разного плана, которые будут в таком динамическом балансе, и правительство в этой ситуации оказывается всего лишь формальной номинальной группой, атовизмом, да, как королева в Англии. То есть, ее никто не трогает, потому что она особо никому и не нужна. В Англии, в Бельгии, в Швеции, то есть, все на это умиляются, ой, у нас есть королева, точно так же будут смотреть, у нас есть парламент, президент. Хотя реальная политика будет проходить мимо всего этого, она будет проходить в нескольких сетях, в которых люди, да, там будет демократия определенного рода, то есть, естественно, даже лидеры этих сетей, они не смогут принимать решения абсолютно самостоятельно, ну, потому что это, в принципе, никогда невозможно, да, но они смогут, создав единое понимание ситуации в этих сетях, легко побеждать, там, либо через формирование общественного мнения, либо через какие-то другие действия, старые вот эти вот управленческие структуры. Самое неприятное в этот момент будет, когда старые управленческие структуры вдруг осознают, что они не являются управленческими структурами, а являются просто марионетками в этой ситуации. То есть, я вот хотел включить пример, то есть, до той же Украине, вот этот вот сейчас, то, что мы видим, беспорядки, да, я видел статью, что начальные беспорядки, понятно, что там напряжение, да, то есть, без наличия напряжения ситуация не может так развиваться, но нужен координатор. Там один из деятелей в Киеве организовал тоже вот такой вот через сеть некий флешмоб с призывом, который оказался успешным. После того, как уже спичка была поднесена, это стало развиваться по другим законам, но они, естественно, координируются, и уровень их координации позволяет им противостоять правительству. На это хотелось обратить внимание, опять-таки, то есть, вот Аль-Каида, она из той же серии, да, то есть, вне правительственной организации с мощной координацией. Пока вот все на нее смотрят, как на некий инородный феномен, но когда таких организаций станет много, и они не обязательно должны быть деструктивны, они просто преследуют свои цели, они работают как единый организм, проблема будет, когда правительства начнут понимать, что они не являются правительствами, что власть мимо них. Это будет ситуация та же, которую мы наблюдали через учебники истории, да, вот в Франции и в Европе, когда аристократы, феодальная верхушка, когда стали возникать буржуазные общества, они пытались через силу вернуть себе власть. И в большинстве случаев это было очень безуспешно с их стороны, потому что они это понимали, когда власть уже ушла. Проблема была, опять-таки, не в том, что они пытаются, в том, что они пытаются делать насильственным способом, и как бы возникает конфликт, который, собственно, никому не нужен. Наша сторона в этом заключается совершенно не исключение. И вот, и следующий пункт заключался в том, что так как у нас пока силу вот этих вот в негосударственных сетей не осознали, я абсолютно в этом уверен, на них смотрят, как на, ну, вот там было выражение бандерлоги, да, то есть на людей, которые откуда-то вылезли и непонятно чего хотят, то эти сети формируются под воздействием зарубежных государств, ну, в данном случае не государств, да, сети, возникшие за рубежом, являются сетями, которые вытягивают из общества людей, которые живут в нашем государстве. Они формально, то есть это, опять-таки, феномен, который возникает в связи с этим скоростным средством информации, они формально, находясь на территории нашей страны, ей не принадлежат, то есть они принадлежат вот этой уже сетевой структуре. Ну, типа, но на самом деле таких людей-то миллионы. Да, это фанатно. Да, то есть людей, которые уже вымыты отсюда идеологически, то есть они телесная оболочка здесь, но это ничего не значит, да, то есть их ценности, их представление о жизни уже сформировано сетью, которая находится и в другом месте, и центр ее был в другом месте. То есть вот там приводится пример, то есть, ну, очень хорошо, я могу сказать, что у нас возник это смешно немножко, но совсем не смешно, если взглянуть на это по-настоящему. ВКонтакте, да, то есть его можно там пинать сколько угодно из-за бестолковости, из-за там пиратские его действия, за то, что он там выкладывает фильмы, но если бы не было ВКонтакте, то у нас был бы Фейсбук. И все люди, которые сейчас через ВКонтакте получат, собственно, имеют отношение к этой культуре, какой, какая бы она ни была, да, то есть они находятся в одной сети, у них происходит единый обмен, и они по-прежнему пребывают в рамках, ну, вот этого государства, да, нашего государства. Если бы этого не было, они очень быстро были бы отсюда вынесены Фейсбуком, который является англоязычным, ценности его американские, и, ну, просто получили бы миллионы людей, которые просто отсутствуют в государстве, несмотря на то, что они ходят по-прежнему на работу. И вот две выставляются опасности, то есть первое, это сети, возникшие не здесь, которые просто вымывают общество, и первым делом они вымывают самую активную составляющую, самую талантливую. И второе, это формирование сети мировой элиты, которая, собственно, а не обязательно себя декларировать, она может просто существовать, как бы весь фокус в том, что ей не надо декларировать, но она начнет править, да, просто начнет править, игнорируя государство как правительство. Но не то, что она начнет править, она просто будет жить своей жизнью. Да, она будет свою жизнь, она будет делать, для нее это не стена, она проходит сквозь эту стену, делает все, что ей надо. Да, фактически получится, что именно это и правит. Это и есть правит, вот если мы говорим о власти, да, о влиянии, она задает правила игры. Это я и хотел обратить внимание, то есть два, соответственно, метода борьбы с этим то есть первое это создание как можно максимального количества сетей на территории нашего государства чтобы и тут даже не важно чтобы на территории до чтобы центр возникновения сети был здесь другого как бы нет можно что-то второй путь который сейчас используя там можно как-то то вот не это не бегать сюда сюда определиться с местоположением что мы хотим сохранить наше национальное государство сейчас я бы открыт потому что я еще вот сейчас я все выскажу значит да национально я бы как сказал тут я тоже не стал ставить акцент то есть мои позиции тоже менялись пока я читал и как бы работал над всем этим то есть я посчитал что как очень быстро произойдет уход от национальных государств к этим вот сетевым структурам пронизывающим границы дата в том же контакте очень много людей не из россии во первых понятно что она объединила весь бывший советский союз туда включаются какие-то люди другие то есть там не знаю желающие познакомиться с русскими девочками египтяне достаточно много а и это хорошо потому что они попадают в поле вот этого паука культурного и мы вместо каких-то очень быстро я думаю ну там быстро в историческом плане да то есть вместо делений по государствам и по нациям мы получим некое деление по вот этим паукам то есть неким центром формирования мировоззрений и проблема даже не в том что да вот допустим фейсбук всех бы выбрал да проблема в том что это будет приводить пока старое государство есть как бы сшибки и конфликту то есть совсем не хочется чтобы конфликты как сказать тут наличествовали это способ избежать конфликта и условно вынести его за границы да то есть возьми создав сеть здесь мы как бы органично интегрируем людей которые находятся здесь а вот допустим те же египтяне которые включаются у них будет конфликт он вроде тут вроде он там да он не тут и не там у него будет болеть голова и вот в чем фокус значит первое создавать сети второе да вот это вот сеть опять-таки еще сеть управляющая глобальной элиты пока наших людей там нету да то есть там достаточно много показано что у нас никто даже так как у нас получили возможность управлять деньгами те люди которые особо свою голову не упруждают вот такими вещами они занимаются тем что они деньги тратят активно и считают что это круто что чем больше он потратил но вот в рамках парт это самый низший класс который может быть это консюмират то есть люди которые занимаются потреблением чем больше человек потребляет тем он на самом деле в этой ступени ниже а высоко в этой иерархии тот кто много производит то есть производит здания производят концепции производят новые технологии и среди вот этой вот элиты которая собственно сама все создала люди которые потребляют они никогда не получит никакого уважения. Для них это расходный материал какой-то. И, соответственно, так как нашу страну некому представительствовать там, она так и будет вот на обочине. То есть, пока какая-то не будет создана... Понятно, что стихийно такие люди у нас будут возникать, случайно. Во-первых, он понимает, что он сам возник, он себе всему обязан. С одной стороны, это их ядро, но опять это будет конфликт. То есть, они отсюда вымываются, а тут возникает некий заповедник для охоты. Они не связывают себя с государством. Они с государством не связываются, ни с культурой, ни с этносом. И если начнется вот этот процесс трансформации биологической, еще раз говорю, он начнется, то там вот есть фраза, что как охотничьи угодья. Я не знаю, как Европа 16 века относилась к жителям Африки. Скучно, поехал, пострелял. Можно иначе развлечься. Совсем не хочется, чтобы... То есть, одна технология уничтожает другую, по походу. Ну, это раз, это все время происходит, просто не хочется... Как бы я вижу некий этап такого вот перелома, когда будет... Вот пока этот отрыв, на мой взгляд, только увеличивается. Да, то есть, как это будет? Они, может быть, будут достаточно гуманны, чтобы так не делать, но, по крайней мере, у них не будет ничего... Ну, их останавливать, если они будут считать необходимым, да, какие-то разрушения, они их произведут. Да, вот я не знаю, как там, американцы в Сербии. Да, их ничего не останавливало. Ну, взяли и разрушили. Ну, не знаю, там, американцы в Афганистане то же самое. Да, ничего, они их за людей считают? Да не считают они их за людей. Или в Йемене. Вон, как там, эти целые свадьбы выкашивают. Там, посчитали, там, пришел один какой-то террорист, значит, их забомбили с беспилотников. Они там переживают, что там погибло 25 детей. Да нет, они просто переживают, что это в прессу попало. Вот. Вот такая вот ситуация. И опять, это то, что происходит в Йемене, это первая ласточка. Да, то есть, такого вот отношения и разделения, то есть, имея принципиально другое мировоззрение, они... Еще раз, там, а есть даже тем же видом, да, как бы, Homo sapiens, они вот такое отношение проявляют. Что будет дальше? То есть, совсем не хочется, чтобы наше государство... В данном случае государство пожелает территорию, которая называется сейчас Россией, тех людей, которые... Можно сказать, наша цивилизация. Ну, можно сказать, наша цивилизация, да. Это очень хорошее, да, немножко громко, но, да, наша цивилизация оказалась вот в этой вот ситуации. То есть, первое, надо, да, вот, хорошо, из нашей цивилизации развивать сети, которые, по крайней мере, цивилизацию будут держать вместе, а еще лучше будут осуществлять экспансию, включать в нашу цивилизацию других людей. То есть, в связи с сетевой структурой местоположение неважно, и в нашу цивилизацию могут... Булат, молодец. Да, включаться люди, которые, там, не знаю, в Африке находятся, да, но если он способен подключиться, он будет к ней принадлежать. И второе, эта цивилизация должна породить людей, входящих в глобальную сетевую элиту, в сеть глобальной элиты. И дальше, соответственно, тут вот есть ряд статистической такой обработки, которая показывает, что на данный момент мы, ну, имеем реальное технологическое отставание, причем, ну, реально это мягко сказано, я сейчас к неким... К неким... Вот, смотрите, у нас есть Яндекс, по-моему, у нашего государства существует своя поисковая система, да? У китайцев еще. У китайцев, да, да. Потом, у нас есть Галанас, потому что он, правда, какой-то там... Количеный. Но, тем не менее, он противостоит вот этому, это же перераз. То есть, у нас это тоже технологии есть. Ну, это едини... Вот сейчас вот я могу, если ты посмотришь, я вот это Игорю оставлю. Опять же, у нас есть сеть ВКонтакте, да? Опять же, нельзя сказать, что в какой-то... Ну, у нас очень много в Фейсбуке сидят. Это понятно, но у нас своя сеть, по крайней мере, есть. Но я не вижу разницы. Какая разница, ВКонтакте или в Фейсбуке? То есть, человек, который сидит в Фейсбуке, ему плевать, где СР находится. А-а-а... И он общается все равно. Вот мы можем сидеть... Сейчас, сейчас, давайте я просто закончу, потому что я говорю, что я даже до половины не перешел, причем пропустил целенаправленно кусок. Может, какой-нибудь оператив? Я не знаю, но вот я на голосование, если все хотят, что нужно... Всем кофе, кофе, кофе. Давайте сделаем первый, хорошо? Хорошо, хорошо, хорошо.